Городская экологическая акция в рамках месячника по благоустройству и наведению порядка в Бресте объединила большое количество горожан, которые созидают и получают удовольствие от того, что город, а значит и страна, благодаря их усилиям, станут чище и красивее. Одна из основных локаций – лесопарковая зона рядом с улицей Медицинской. Здесь активно трудятся представители городской власти, депутатского корпуса, специалисты общественных объединений и предприятий. Я всегда говорю, ничто так не объединяет, как коллективный труд. И в первую очередь на таких мероприятиях мы своим примером показываем необходимость наведения порядка не только вокруг домов, на улицах города, но и в таких лесопарковых зонах, в которых сегодня мы будем наводить порядок. Нас объединяет всех одно – это наш любимый город Брест, которым мы гордимся и хотим сделать лучше. Поэтому все вместе мы сегодня приложим все усилия, чтобы повысить экологическое, санитарное состояние данной зоны, эстетическую выразительность. Наша задача сегодня – очистить вот этот лес от мусора, поросли, веток деревьев, спиленных, поваленных деревьев. Я думаю, проведем время с пользой. Весной на этой территории уже было многое сделано. В ближайшей перспективе выйти на финишную прямую, чтобы эта территория была полностью благоустроенная. Все потому, что здесь в скором будущем можно ожидать уютную парковую зону с устройством пешеходных зон и скамеек для отдыха. Мы видим, что эта территория города, которая расположена вблизи медицинского городка, очень востребована, очень интенсивная. И понимая, что сам медгородок, он развивается, в следующем году планируется реализация хирургического корпуса Брестско-областной больницы. Поток пациентов сюда, естественно, вырастет. Не только города, но и в целом по области. Поэтому хотелось создать комфортные условия, парковую зону, где больные могли выйти, насладиться, наверное, прелестью нашей природы, набраться сил и выйти здоровыми. Но не только в лесопарковой зоне активно шла работа. Городская экологическая акция подключила огромное количество добровольцев. Все они наводили порядок в разных точках областного центра. Среди них сотрудники администрации Ленинского района Бреста, которые высаживали деревья в микрорайоне Дубровка. Мы с удовольствием садим деревья, садим сосны, благоустраиваем территорию здесь, в микрорайоне Дубровка, который действительно за последние годы выглядит абсолютно по-другому. И хочется поблагодарить руководство горосполкома за то, что так комплексно подходят к развитию наших районов. То есть новый асфальт, центральные улицы, делаются пешеходные связи. Те наболевшие точки, которые копились где-то годами, они разрешаются и разруливаются. Но еще раз скажу о том, что это комплексный подход. То есть не разбиваемся на какие-то мелочи. Да, есть много маленьких проблемных вопросов. А вот так вот дружно, комплексно подошли к микрорайону Дубровка. И, честно говоря, вот прямые линии последние, жители Дубровки, Речицы благодарят. Действительно благодарят. Да, они где-то говорят о том, что может быть еще и там сделаем. Ну, конечно, будем стараться сделать. Но то, что происходит с микрорайонами, которые у нас немножко удалены от центра. Дубровка, лейтенанта Рябцева, центральные улицы Белорусской, писателя Смирнова. Ну, абсолютно другой вид. Мы тоже вносим свой вклад и по улице Белорусской посадили прекрасную аллею. Более 70 деревьев у нас получится. Здесь возле школы тоже сквер такой интересный. Тоже облагораживаем, посадим сосна, которые тоже очень вписываются здесь в интерьер. Городских локаций, на которых кипела работа, не с честь. Трудились и представители власти и горожане. Одни приводили в порядок городские территории, другие придомовые. А главное, все это делалось дружно, весело, с задором. Сколько себя помню еще со школьной скамьи, субботник это был обязательно атрибут жизни. И со временем это превратилось в праздник. Ну, вот и сегодня жильцы дома Дубровская 8-2 вышли на субботник как на праздник. Настроение боевое, все дружные. Ну, надо сказать, что жильцы этого дома очень дружные. Дром маленький, 40 квартир, но они очень дружные. Вы заметите, как бы всего лишь 40 квартир, а сколько людей вышло на субботник. Ну, я думаю, что сегодняшний день будет плодотворным. Работы сделаем много. Благодаря таким экологическим акциям, огромному желанию и труду неравнодушных людей, город сразу преображается, становится еще краше, чище и уютнее.